Была плитка у нас, была природа, зеленая елочка. Откуда у нас зеленая появилась? То есть он был полностью весь комплекс в одном цвете? Да, в одном, незрачном, таком сером, таком цвете. И у меня несколько тут цветов разных было. Ну, не шел цвет шва. Вот здесь можно снять разницу, какая она вся была грязненькая. Путем декораторского искусства вы можете любой кирпич преобразить в шедевр. Продолжение. Сегодня с Александром Валентиновичем Кутузовым мы снимали видео про вот это барбекю, но ничего не было сказано про дизайн его. То есть и с пониманием, что такого кирпича цвета, так скажем, порой редко можно найти такую палитру. Вот как раз хотел бы представить того человека, это Анна Вершинина, кто именно уже дал, так скажем, этому комплексу такой нарядный вид, да? Да. Здесь же подход, так скажем, творческий был и уже умение технические подойти к отделке. Вот я хочу поэтапно сказать, как это все начиналось и с чего начинается. То есть вы видите общий эскиз цельной печки, да, такой стильный. С чего он начинается, как мы цвета подбираем, да? У нас есть, допустим, она начиналась с вот этой плитки, которая уже была. Вот с этой плитки, которая не серая, не зеленая. И мне нужно было вот этот кирпич подобрать к этой плитке цветовой. То есть я подобрала один в один колорит, цвет и текстуру. Смотрите, он не отличается практически. Ну да, он в одним монолитом смотрится. Одним ансамблем. Вот это первое решение, да, то, что я сделала. Была плитка у нас, была природа, зеленая елочка. Откуда у нас зеленая появилась? Это вот природная зелень вот этой елки. И вы видите здесь ритм такой, да, задан вот этой вагонкой. То есть здесь не просто, да, вот так вот хаотично. То есть вся беседка одним, ну, так скажем, являлась вот этой идеей. Цель, задача вписать вот как объект такой, не просто наляпать цвета какие-то. И задача дизайнера, декоратора, мастера, да, вот это сделать, чтобы оно встало сюда. И каждому кирпичу задать свой, как бы, материал даже. У меня здесь, допустим, вот это, металл, да, подметалл кирпич. Вот это, да, это такой легкий металл, потертый металл. Вот это керамика, типа керамики, да, кирпич приобретает керамику. Здесь уже матовость пошла, матовость. И наверху также идет череда вот этих подбор материалов. Где-то грубый стесанный металл кирпич становится, где-то опять керамика. И ряд вот этих кирпичей тоже напоминает какой-то металл, да. То есть мы, вот этот кирпич... То есть он был полностью весь комплекс в одном цвете. Да, в одном незрачном, таком сером, таком цвете. И швы тоже были таким же цветом. Швы были серые. Также они немножко и сыпались. И что делает цвет, он, вот эти швы, где-то они уже, где-то шире, где-то прыгающий шов. Мы их что, цветом преображаем? Нюансы какие-то, погрешности вкладки, они исчезают. И это можно мастерски сделать, если ты знаешь приемы. И вот здесь краска применялась, кстати, непростая. Она на основе мела. Видите, пурпурный эффект такой. На основе мела. И у нее там, например, крошка есть, мраморная, мелкая. То есть углубление подчеркивается, получается, да? Неровность переключения. Вот здесь вот и акварельный эффект. Вот еще, кстати, плотный эффект, да, и акварельный эффект. То есть я брала грунтовку и добавляла туда колер. Перед этим я два раза пропитывала, чтобы он не впитывал колер. То есть очень много технических слоев таких. Но это наработка с опытом? Очень, да. Если есть такая технология. Это с опытом. Ты смотришь, ты всегда экспериментируешь. Каждая печка – это эксперимент. Вот здесь. И вот чтобы этот шов получить, даже вот этот зелено-голубой, ну, я сначала вот эти все кирпичики сделала. И он мне очень долго шел. Я его пропитывала сначала разом, ну, наверное, три. И у меня несколько тут цветов разных было. Ну, не шел цвет шва. И вы видите, по всей печке здесь он зеленоватый. Здесь он пошел уже темненько-голубенький. Тут он уже подходит к этому кирпичу. Он уже здесь в цвет кирпича. Тут опять голубенький шов. То есть он везде разный, а здесь уже под керамический кирпич он уже коричневый. Вот как важно сделать швом, как рамочка в картине, да, обыграть кирпичик. Это очень важно. Здесь он монолитен, а здесь он уже как-то пошел, да, вот этим отдельным мичем. Ну, чисто по композиции база, она всегда тяжелая. И я начинала вот с этой базы, базовой печки. Она должна быть тяжелая, массивная. А потом идет разрядка такая цвета. Разрядка, разлетайка такая цвета. И главное, чтобы не переборщить этот цвет. Главное, чтобы цельность не потерять. Вот что самое интересное. Самое сложное у меня было верхушка. Верхушка, я не знала, как это сделать. Но вот когда повторила, она вот так как бы сплещил этот центральный момент. И заиграла все. Дальше опять повтор. Ну, это очень сложно. Вот собрать вот такую цветовую композицию в один комплекс. Очень сложно достаточно. Не один год обучения декораторскому искусству вообще всему требуется. Наложение краски, как краска работает, ее техноэтнические свойства. То есть это все из опыта выходит. Вот здесь бы хотелось и подчеркнуть, да, что мы можем... То есть здесь использовался такой, скажем, уже премиум кирпич. Но по факту, то есть при желании, если мы доработаем какой-то недорогой кирпич, его можно превратить... Очень дорогой. Ну, в такой же вид, да, вот как здесь. Да. Умножить или дорожить. Да, вы берете какой-нибудь вот самый недорогой кирпич. Путем декораторского искусства вы можете любой кирпич преобразить в шедевр. Нужно просто знать как. Это не просто обмакнул валик и покрасил тупо печку, да, как мы обычно привыкли это делать. Есть красочка голубенькая, есть желтенькая. Потом покрасили шовчик, покрасили кирпичик, уголочки, все на этом фантазия закончена. Незнание приемов обыкновенных, как вот применять, ну, не добьешься вот такого эффекта. Печники, как строитель, да, ограничены теми материалами, которые производят производители. И в данном случае, ну, я сейчас про кирпич говорю. А, да. Потому что ты, допустим, приходишь, у тебя есть красный, коричневый, светлый там. Да. И ты с ними только начинаешь комбинировать. Ну, максимум, что ты можешь сделать какой-то там, ну, там, с выборкой, там, как сказать, художественный кирпич именно за счет болгарок, там, в выработке. Но цвет ты у него не поменяешь, потому что ты, ну, не художник как раз. А вот за счет вот этого, и что хотелось бы сказать, да, что вот эта декораторская работа, как это правильно, художественная работа, то есть она дает возможности шире для клиента понять, что он может получить в итоге вот из того, что есть на данный момент в магазинах, на рынках. То есть что мы можем палитру и, так скажем... Любую сделать. Да, вот этот полет фантазии сделать очень большим. И клиент уже может... И он уже может не беспокоиться, что у него там печка не впишется в этот интерьер. Это я могу завязать это все. Ну, в комплексе заказчика может писать. Самое интересное, что когда берут какой-то клинковый красивый ручной работы кирпич темный, черный, у него что, шов нужно? Тоже должен быть темным. То есть он же выпячивается, серый, да, его начинают колеровать, он технически меняет свои свойства. Зачем? Когда мы можем это потом пропиткой сделать все цельный объект и весь шов подредактировать, и где-то замазалась у нас штукатуркой все некрасиво, там где-то в поры вошло, это все можно пропитками, ну, то есть довести до ума, до красоты. Вот здесь можно снять разницу, какая она вот вся была грязненькая. Вот сняла, где дверка. Можно доработать все огрехи, которые появляются потом. Где-то там разошелся шовчик, где-то посыпался, где-то трещинка. Мы можем это все обыграть. Мы можем даже сделать барельеф какой-то незначительный на кирпиче. Вот, допустим, там вот мы можем сейчас посмотреть забор на кирпичной стене. Я сделала под камень барельеф. Барельеф, то есть, если есть какие-то нюансы, вы просто берете и делаете там барельеф. А как оценивается, кстати, она работает? То есть, ну, вот вас просят, допустим, задекорируйте, поменяйте стиль. Ну, это все зависит от категории заказчика, откровенно говоря. От быстроты. Я всегда работаю с заказчиками, если они мне, по сути, близки как бы. Если человек, ну, заказчик по духу, по духу, да. Если он мне дает свободу. Если человек не дает свободу, какие-то рамки ставит. Я, честно говоря, сама даже выбираю заказчика. Я не могу работать дальше просто. Рамки это время? Нет, рамки того, что чего-то боится. Мне вот так-то надо. Какую-то стабильность. Я человек просто... Как это называется дизайн? Я же не рисую в компьютере, я не прорабатываю там. У меня по наитию это идет. То есть, это как бы медитация. Это мое видение, моя сущность. Я беру просто, делаю так, как я вижу. Если мне заказчик не доверяет, боится чего-то, то работа может не пойти. Вот в чем вопрос. Как раз тоже хотел добавить, что мне доверие нужно. Доверие, да. И я вижу заказчика, мой он не мой, буду я с ним работать, не буду. То есть, очень важно. Есть тугие люди, есть тугие. Не понимает градиент или еще что-то не понимает. Некоторые нюансы творческие не понимают. С ними очень сложно. Поэтому мне достаточно взгляда и посмотреть на человека и заказчика. Мы поймем, будем мы работать или нет. Все понятно. По сути, здесь каждый кирпич подвергался своей покраске, обработке. Потому что нет того, что осталось от того, что было. Здесь и кирпич, и литье полностью красили. Полностью все. Не бывает такого, что просто кирпичик без шва красишь. Такого вообще не бывает. То есть, шов, кирпич, литье. Да, все вместе, да, литье, кирпич, все полностью. И еще и в топке покрасили. Да, она была шамотная, светлая. Думаю, зачем она будет торчать такая светлая. Естественно, я черную оттяжку сделала от краев, как будто она вся обожженная. Чтобы она в глаза не бросалась. Потому что я делаю уже цельный объект дизайнерский. И что-то если коробит глаз, я так не могу. Если бы мы сделали вот этот меридиан, да, вот этот рыженький, то с другого стиля, с другой темы. Я говорю, не делайте. Я сама сделаю. Это же греческий или как? Да, это греческий. Сюда вообще никак не катит. И поэтому я выделила вот это. Рубленность такая, да, такая русская, среднерусская, ведическая, можно сказать. А меридиан бы уже не пошел. Потому что у нас любятся всех тем, нафигачить там цвета какие-то, там орнаменты. Получается такой цыганский сырбор обычно. Сколько времени ушло, чтобы ее в такой вид превратить? Ну, не торопясь, еще тут ребята у меня заняли время, они параллельно тоже здесь и вагонку делали. А если заработали, сфориентироваться? Сейчас схожу. Недели две, наверное, не торопясь. Ну, можно взять три. Да, не торопясь так совсем. С думками там пришла, там часа четыре поделала и ушла. Потому что на додумывание вот это не встал, как на заводе, да, и штампуешь. Это не та работа. То есть у тебя вот не идет... Да, у тебя не идет вверх, ты можешь день-два ходить думать, как это, маяться, мучиться, пробовать, раза три попробовать там наверху, а не так, а не так, а шов не тот, а цвет не тот, да как, да как. А потом на третий день у тебя раз родилось. Утром проснулся, сон, да. То есть это такая творческая работа, когда она сама рождается, не знаешь откуда. Так, сейчас мы от барбекю отошли, да, и вот здесь хотелось бы еще показать. И здесь был забор просто из облицовочного кирпича, из самого простого. Да, очень страшный кирпич, такой большой какой-то, дырявый. Откутский, да. Весь треснутый уже. И задача была как раз это тоже преобразить, вписать, наверное, да, этот забор. Задача просто преобразить, сделать его красивым, потому что возле колонны, вот они сейчас шире колонны, да, я их перекрыла, там вот трещина была вот такая, ну, то есть стена отдельно, столб отдельно. И что я сделала? То есть я все декором, крышу доделала, крышу доделала. И расширила столбы вот здесь вот, сделала сетку, и то есть получается, если трещина пойдет, то она где-то вот там пойдет. То есть я нашла решение, нашла решение, как трещину убрать, чтобы она впоследствии потом видно не было. Она очень огромная была. Вот, это одно решение. Потом, здесь везде сетка на шурупах, полностью по всему забору накручена сетка. ЦПС, по-моему, да, называется? Образочная. Да, для того, чтобы, ну, это ничего не потрескалось. Я уже сказала, что вот этот элемент, это душевая кабина старая, верхушка, по-моему. Я ее прикрутила на шурупы, бетон контактом обработала, там тряпочки, и все, и все держится. Там пустота. Да, а вообще этот герб или это рисунок, он откуда взялся? Это герб я его нашла через Пинтерес, ведический герб. Ну, то есть у заказчика есть такой, так скажем, подход. Видение, да. Да, у вас, он дал идею, задача, а вы уже идею эту так перенесли. Да, он мне просто сказала, сделай мне, пожалуйста, звезду Руси вот здесь вот, пожалуйста. И вот его пожелание было. И вот этот знак, и он тоже говорит, ну, вот этот знак можно сделать. У него там на двери, везде на входах вот этот ведический знак воинственный какой-то, ограждающий какой-то. Вот я вот сделал по его желанию здесь. Ну, очень понравился этот забор. Очень. Это же на кирпичной стене сделан, можно же и на печах так же делать. Любое решение, правильно? Да, ну, любую текстуру. С барбекю, да, то есть есть плохое, ну, неплохое, то есть есть невзрачное, а есть уже с творческим подходом. Да, вот это как раз барельеф или текстура. Но здесь надо на печку, естественно, набивать шурупы и сетка. Это вот вариант, когда сетка. Но единственное, что я все переживаю, что она может тепло функционал печи снизить, если, ну, хороший слой будет. Нет, вот у нас у печка стоит там, да, вот где в холле, тоже такой же вопрос был. Там же термо, термоштукатурка, которая проводит это тепло. Ну, то есть она не снижает, она проводит. Эта фактура, она же может перейти еще на стену рядом с печкой. То есть она сама существовать с печкой, ну, полностью, вся отделка квартиры дома. Так я же сама интерьерщик, я же еще и стены интерьерные делаю. Так что это все можно вообще завязать колоссально. И вот здесь слой штукатурки тоненький, то есть сантиметр-полтора, сантиметр-полтора. То есть это на теплопередачу в печи, допустим, особенно не скажется. Ну, то есть от тебя, Александр Альтиныч, как от печника, заверение, что будет нормально. Ну, я использовал геркулес, плитонит, допустим, термоштукатурка, да, геркулес. Если его разбавить с песком маленько, допустим, чуть-чуть песочком разбавить, чтобы помягче сделать, чтобы он не такой хрупкий был, не М-150, а М-75, М-90 довести, ну, наполовину разбавить его песком. И все, его можно делать вот такие вот фактуру спокойно. А если добавить туда в песок камушки, можно сделать еще и, ну, типа караеда. Вот здесь, кстати, я хотя бы не сказала, что вот здесь техника по сырому шпателем. То есть я наносила толстый слой, жидковатый такой, как густая сметана. И пока он не застал немного, раствор встал, потом берешь шпатель полумокрый, да, и вот так вот режешь по нему. Режешь и берешь вот это вот, где надо, убираешь, оно отваливается. Ну, где даже подсохло, даже лучше. И опять вот так замазываешь этим шпателем. Это как резание, приглаживание. И тем самым раствор я туда вдавливаю еще больше, еще он больше плотности набирает, и это гораздо все плотнее и лучше становится. То есть вот это вот я сделала по технике, по сырому, всего за день. Всегда штукатуривались в печь? Да. По идее, этот слой штукатурки, он тоже был, просто его можно заметить не на тот, что старый был, а на задекорированном. Глина, она как теплоизолятор, поэтому штукатуренные печи греют в среднем, ну, именно теплопередача хуже. Кстати, поглянем. Но теплоемкость выше, то есть они дольше оставают, но и сильно не нагреваются, то есть нет перегрева такого, ну, как голого перпиза. Рассказывай про трубы, как ты там лазила на лестнице. Ну, вообще, ты сначала чеканил их, зачеканивал несколько дней. Я сначала швы ровнял. Заполнял? Заполнял, да. Я их уплотнял, заполнял, делал заподлицо почти с этим, ну, там на 3 мм, на 4 мм, они заглубленные, расшитые, то есть буквально на 3-4 мм, чтобы выделить. Потому что там дыры от дождей уже образовались, то есть надо было это все опять заделывать. Вот здесь лайфхак какой. Значит, трубу можно штукатурить вообще по нормам, да, по нормам, по раннешним было, что труба должна быть оштукатурена и побелена, чтобы на случай, если, ну, начнет трескаться на побеленной трубе, сразу трещины видно, они сразу проявляются, их хорошо видно. Вот. Значит, трубы, сложенные на цементном растворе, имеют свойство тоже лопаться, потому что у нас сейсмическая зона, а цементный раствор с добавлением цемента хрупкий, ну, прочный и хрупкий в то же время. И бывает, что от вот этих колебаний, то есть швы расходятся на трубах. Потом начинаются протечки и закапчивания, и вот трубочисты могут это точно подтвердить. В тех местах, где есть трещины в трубе, там сажообразование внутри очень сильное, потому что поток холодного воздуха с теплым смешивается, и внутри идет конденсатное образование и засаживание. Прямо как грибы растут вот сажа. Одно дело декорация, другое дело, что мы сделали, ну, не абсолютную, но очень хорошую гидрофобную защиту, очень хорошую. Перебью. Знаешь, в чем это гидрофобность? Здесь полностью печка была вообще, вот, ой, песка, труба, она была, вот, я ее покрыл на 4 слоя пропиткой, и образовалась такая пленка гидрофобная, то есть швы все склеились, там нигде даже никакая влага, никакой дождь не подступит. То есть она была вот полностью черная сначала, мне говорят, что такую оставишь? А что она такая темная? Я говорю, спокойно, спокойно, это у меня опять первый слой базовый. То есть я залепляю полностью печку вот этой пленкой гидрофобной, то есть все швы, все. Сколько слоев получается? Ну, вот этой пропитки, я говорю, слои 4, 4 слоя, и краски слоя, да, 2, 3. Да, 3, и даже, может, 4, потому что сначала она была другого цвета. Здесь мы получаем, что это стиль, красота, и красота, и красота. Ну, я считаю, что это красиво. В общем, наш сегодняшний день холодный, съемочный подошел к концу, то есть поговорили и про технические части, и про художественное оформление. Хотелось бы пожать руку специалистам, что делятся опытом, дают возможность увидеть нашим зрителям, ну, и заказчикам, я думаю, что, возможно, в будущем. Потенциальным. Да, потенциальным, что можно сделать, и что уже люди делают, то есть этим самым, ну, приблизить, так скажем, к красоте и к творчеству. Анна, вам спасибо, что тоже делитесь, что экспериментируете. Да, я люблю побуждать своим творчеством к действию, так что экспериментируйте, делайте, и не бойтесь. Вот пример. Дорогу осилит идущий, то есть, чтобы сделать, надо просто делать. Да, не бояться. Просто берите и делайте. Все, всем пока. Всем пока. Ваш вечный мир. Мы вас любим.